Минтруд уточнил требования к имуществу россиян, претендующих на получение пособий на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Органы соцзащиты при начислении выплат теперь не будут учитывать доли в квартире, которые составляют 1 треть менее, а также участки в сельской местности менее гектара. Ну и напомню, что с 1 апреля изменится порядок расчета таких выплат. Некоторые семьи смогут получать больше. При каких условиях и как государство помогает другими программами, например, социальными контрактами, расскажет Сергей Пономарев. Много объявлений. Когда мы смотрели фотографии коров, я батюшке говорю, вот это наша корова. Милка не обманула ожиданий. Молоко дает исправно, а месяц назад пополнила хозяйство Смеркиных еще и теленком. Это красавчик. Красавчик, красавчик, красавчик. Иди к нам. Для семьи настоятеля храма Силоборская корова была давней мечтой. Молоко и сметану обожают дети Николая и Нины. Их шестеро. Корову удалось купить с помощью программы социальных контрактов, финансируемой национальным проектом «Демография». С Миркиным о такой возможности рассказали в районной администрации. Очень нетрудно, да, особенно во время пандемии получилось так, что мы все дистанционно, все документы были собраны. Но нам дали 50 тысяч на корову. Социальный контракт – это не обязательно покупка животных для подсобного хозяйства. Вариантов масса. Достаточно обратиться в службу соцзащиты. Предоставить справки, что ваша семья малоимущая, а выделенные деньги пойдут на улучшение благосостояния. Пешковы из Липецкой области получили деньги на развитие своего небольшого бизнеса. 250 тысяч потратили на оборудование небольшой мастерской для работы с деревом. Глава семейства Роман делает заготовки. Наталья отвечает за художественную часть. Нам нравятся мультики. Мы решили попробовать сделать вот такие вот мультяшные персонажи. Нам понравилось, понравилось людям. Люди стали спрашивать, а можно ли на продажу что-то сделать. Я говорю, да почему нет? И вот мы начали потихоньку. У Пешковых четверо детей. Два сына и две дочери. Говорят, в пандемии очень помогли пособия от государства. В их числе и выплата на детей от трех до семи лет. В рамках нацпроекта «Демография». Кстати, в апреле в правила начисления внесут изменения. Если раньше на одного ребенка полагалось половина детского прожиточного минимума региона, в среднем построении это 5000 рублей в месяц с апреля, в зависимости от дохода семьи, размер выплаты может достигать целого прожиточного минимума. До 11 тысяч рублей. Если граждане получают уже выплату в базовом размере 50% прожиточного минимума, обратиться за переназначением данной выплаты они могут до конца этого года. При этом перерасчет будет произведен начиная с 1 января 2021 года. Для тех, кто уже оформлял выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет, процедура перерасчета будет знакома. Достаточно обратиться в МФЦ или ближайшее отделение службы соцзащиты, узнать все нюансы и заполнить документы. Ну или оформить все онлайн на сайте госуслуг. Программа поддержки малоимущих семей с детьми от трех до семи лет была продлена до 2024 года. О ее масштабах можно судить хотя бы по размерам финансирования. На пособие планируется направить 1 триллион рублей. Сергей Пономарев, Марьяна Соболева, Виктор Аверин, Дальмира Бирюкова, Юрий Шатохин и Сергей Суворов. Первый канал.